МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выступая на состязаниях в мусульманских странах, он открыто подчеркивает свою принадлежность к Израилю и для пущей убедительности размахивает израильским флагом. Евгений Эрлих предлагает нам познакомиться с этим человеком поближе. Смотрим его репортаж. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бенни Коган – тренер по тайскому боксу. Надо добавить, лучший тренер в Израиле. Среди его учеников – чемпионы мира и Европы. И вот этот вот худощавый парень, о существовании которого большинство израильтян даже не догадывается. Чужой среди своих – бронзовый призер чемпионата мира, призер европейского первенства, победитель открытого чемпионата Азии по тайскому боксу, израильтянин Илья Град теперь редко возвращается на родину, хотя в Иерусалиме у него остались родители, друзья и его учитель. Илья пришел ко мне в клуб в 14 лет. Он был хулиганом, безобразничал, родителей не слушал, был агрессивен, но он хотел заниматься спортом. И сегодня он суперстар, пример для молодежи. А кроме того, что он стал чемпионом, очень важно, он вырос хорошим человеком. Хороший человек – это не профессия. Илья Град – профессиональный боксер, уже 6 лет живет в Таиланде, потому что в Азии тренируются лучшие бойцы в мире и потому что там спортсмену из Израиля легче выживать. За участие в турнирах Илья всегда платил и платит из собственного кармана. Даже флаг Израиля он покупает на свои. Обычная израильская история. Успехи земляка мало интересуют местных спортивных чиновников. Ни разу ни копейку не получили из страны. Сейчас перспектива уже лучше насчет будущего, но когда я тут бился и представлял Израиль, мне никак не помогали. Все это сам делал. Тайский бокс или муай-тай формально напоминает скорее уличную драку. Здесь разрешены практически все виды ударов, в том числе коленом, локтем. Внешняя простота и эффективность сделали муай-тай единоборством популярным во всем мире. И мало кто в Израиле догадывается, что Илья Град – один из самых популярных в мире бойцов. Его скорострельность 17 ударов за 10 секунд вызывает восхищение даже великих профи. В Азии Илья Град – настоящая звезда. При том, что в Таиланде муай-тай – это как для бразильцев футбол, и спорт, и религия, и денежная профессия. Среди всех профессионалов мирового уровня на престижнейший турнир в честь короля Таиланда организаторы пригласили израильчанина. Год назад Илья оказался в центре международного скандала. Телеканал AXN – мировая телесеть подготовил к выпуску реалити-шоу «Челленджер Муай-тай». Вызов приняли 16 лучших бойцов. Очередной сезон снимался в Малайзии. Власти мусульманской страны, узнав, что в шоу принимает участие еврей, отказались впустить его. Сутки Илья Град просидел в аэропорту. За него попросил лично министр спорта Малайзии. Он еще не знал последствий. На помост боксеры поднимались со своими национальными флагами. Для израильтянина был приготовлен стяг России. Но Град оказался крепким орешком. Я так подумал очень быстро и решил, и сказал им просто, что если не такая тема, я просто поеду домой. Я не буду биться. Я сюда приехал как представитель Израиля. Вот мой флаг. Если я не могу с ним подняться, я не буду драться вообще. На ринг забытый в Израиле спортсмен вышел как настоящий израильтянин. Его соперником оказался чемпион мира и фаворит этого турнира – знаменитый француз Антуан Пинта. Я помню весь зал просто, не в том усилмане, и все меня кричали, гнали. Весь бой вот так вот был. Но как-то я с этого получал даже больше сил. Мне как-то эта экспириенция очень понравилась. И да, бой тоже был такой вот, как сказать, мельхама. В ходе боя израильтянин явно превосходил именитого француза. Неподготовленный человек после такого удара наверняка окажется на больничной койке. Но профессиональный боец обязан сдерживать боль. Соперник не должен знать, каково состояние противника. Илья широко улыбается. Все нормально. А на лице француза – кровь. Тем не менее, судьи из Малайзии проголосовали против израильтянина. Обидно так, что политика вмещается в спорт. Обидно, но не первый раз. Последние полтора года Илья бьется только с лучшими боксерами. Его уже дважды приглашали на турнир «Тойоты». Профессионалы понимают, о чем речь. Туда отбирают лишь четырех сильнейших бойцов мира. И Илья, безусловно, один из них. У тренера Бенни Когана есть верные ученики и верная собака – пес по кличке Ян. У тренера Бенни вообще собачья работа. Он воспитывает чемпионов, которые никому в Израиле не нужны. Когда Илья навестит своего учителя в следующий раз – неизвестно. Один из лучших. Он лучше всех понимает, что большой спорт – это большие деньги. Рассчитывать спортсмен может только на себя. В Таиланде Илье неожиданно предложили принять участие в фотосессии. Теперь тайский боксер – раскрученный гламурный персонаж. Я думаю, я когда начал боксировать в Бангкоке, мне было очень тяжело с финансами. И как боксировать тяжело там заработать просто для житья. И вот как-то была возможность подработать. И вот я ее взял, и так вот началось все. И как-то продолжилось тоже. В прошлом году, по версии канадского журнала «Шалом Лайф», Илья Град неожиданно для себя возглавил топ-50 самых горячих еврейских мужчин. В этом споре он победил таких персонажей, как Ленни Кравиц, Дэвид Духовный, Саша Барон Коэн. Теперь Илья Град смеется, что в мире гламура он точно самый сильный боксер в мире. Но его мечта – стать самым-самым на ринге муай-тай. В свои 25 он считает, что его карьера только началась. Евгения Эрли, Владимир Плотки. Специально для программы «Постфактум».